По традиции юные вольники собрались в спортивном комплексе Александра Карелина. На ковер за два дня соревнований вышло 300 борцов разных весовых категорий. И что отрадно отмечают организаторы, в этом году в спаррингах принимают участие девушки. Сам же всероссийский турнир на призы президента Федерации спортивной борьбы Сочи Рубена Татуляна считается мастерским. Отличившимся спортсменам здесь вручили заветные значки. И это главное, наверное, чтобы ребята понимали, что отсюда с этой базы национальных команд Российской Федерации стартует это все. И отрадно, что ребята здесь, в этом зале, получают мастеров спорта. И это для них главное. Болели за участников соревнований именитые спортсмены и титулованные чемпионы. Преемственность поколений и поддержка в этом виде спорта важнее наград. Всего лишь дети, как некоторые могут подумать, какой-то турнир детский, даже если он с мастерским уклоном. Но приехали пять олимпийских победителей в прошлых лет. Приехали четыре чемпиона мира, чтобы вручить этим детям эти награды, поприсутствовать, посмотреть. Это говорит о том, что выше дружбы, наверное, никакой больше не может быть. Поэтому это и есть борцовская дружба. Среди почетных гостей четвертого всероссийского турнира по вольной борьбе победители Олимпийских игр в Барселоне борец греко-римского стиля Нацакан Искандарян. Такой президент федерации борьбы, как Рубен Татулян, он сделает все для спорта. Он душой спортсмен, очень много делает и я думаю, что в будущем будем встречать иностранных гостей. Среди участников и юные борцы из Сочи, которые активно принимают участие в учебно-тренировочных сборах совместно со сборной командой России. Такая совместная работа уже принесла свои результаты. Более 50 сочинских спортсменов – члены сборной Краснодарского края, 20 спортсменов – в сборной Южного федерального округа. На этом же турнире наши отличились практически во всех весовых категориях. Серебро завоевали Нарек Саркисян, Джохар Исаков и Георгий Мчедлишвили. На первую же ступень пьедестала сумел взобраться сочинский спортсмен Игорь Саркисян. К слову, в этом зале воспитали 23 олимпийских чемпиона и 159 чемпионов Европы и мира. Задача юных вольников – продолжать традицию и удерживать почетное звание добытчиков золотых медалей.